В России учитель всегда ведет занятия у доски в центре класса, студенты слушают, должны сидеть вот так вот, поднимать руку, спрашивать вопросы. В моем опыте, в моей интернациональной школе такого не было, то есть все студенты, они общались с профессором на одном уровне. Кто не поднимал руку, можно просто начать говорить, и учитель должен поддержать разговор, ответить на вопрос. Университет пригласил в качестве спикеров, в качестве ведущих данного семинара специалистов Монстрийского университета, который является очень признанным мировым лидером в области исследования методик обучения и в первую очередь в области исследования проблемно-ориентированного обучения. Problem-based learning is characterized by four letters, we call it CCCS, constructive learning, that means you build on knowledge of the previous knowledge of a people. You have contextual learning, so you always, what you learn, you want to relate it, where can you use those information, where can you apply the information. The other one is collaborative learning, C of collaborative, it's also the C of communication. You want people to work together, because the idea is, if you can discuss your ideas, if you explain to other people, to your peer students, then you also have a kind of self-reflection, do I really understand it? Because if you can explain something, then it means that you understand something. It also makes you aware of the gaps in your knowledge. Maybe you study at home, and when you talk to someone, then you realize, oh, I didn't really understand this one. And the final, it's CCCS, self-directed learning, and self-directed learning, I think it's important that students know, why am I learning this, what can I do with it, and what do I want to learn, so that they have influence on their own learning process. Students отвечают сами for their education, and the main part of the teaching is not from lectures, it goes from small group meetings, where students present a problem or case, and students need to understand what they don't understand in this topic, to make questions, to prepare them for those questions, and to return to the classes with answers to those questions. This motivates students to learn actively and constantly. И роль учителя в этом процессе — это не рассказать студентам всю информацию, а подталкивать им, чтобы они знали, что учить, но при этом им не дается вся информация на бумажке. Они сами ищут эту информацию, сами анализируют, фильтруют, понимают, что важно, и потом обсуждают это между друг другом, и учитель присутствует, чтобы поддержать разговор. I'm a mentor, so I'm mentoring students, so I have a individual meeting with a student, and I try to stimulate self-directed learning by stimulating the reflection process of the student, by asking them, okay, how are you doing, what are things that are going well, what are things that need for improvement, how can you improve it, what do you need to improve? So as a mentor, I try to stimulate self-directed learning. Коллеги, используя проблематизацию как основу организации образовательного процесса, создали подход, создали модель, которая, в общем-то, в отличие от наших традиций, меняет организацию образовательного процесса в ВУЗе и фактически переносит акцент на активность обучающихся, на их самостоятельность, на их коллаборацию друг с другом и с преподавателем. Основное отличие — то, что у них студент учится, а мы студента учим. Мы делаем большую группу студентов, которые начнут с 100-300 студентов, и каждый семестер, и один семестер, это за 8 недель, они в одном группе, то есть, они в группе 12 студентов, и после этого 8 недель, они в следующем семе и они в новой группе. Таким образом, каждый курс, каждый семестер, они в новую группу. Они используются работать в разных группах, в разных структурах и в разных группах. В целом, моя неделя состоит так. У меня два раза в неделю туториал, это как раз-таки групповые занятия, примерно две лекции в неделю и две практические работы. 12 часов контакта с университетом, с учителями, со сверстниками и примерно 30 часов обучения самостоятельно. В основном, у нас есть небольшой обучение. Ученики работают в группы 12, они встречаются два раза в неделю, анализируют проблемы, они приходят домой для самостоятельно и они приходят к обучению информации. Так что у них все это обучение. Мы дали им ситуацию, что что-то случилось для студентов, например, у вас есть уникальность, Был кейс или проблема по поводу беременной женщины. Она только что узнала, на что она беременная, и думала, идти ли ей к врачу, делать анализ пола, делать ли анализ по каким-то патологиям, которые, возможно, присутствуют в ребенке. И вот мы прочитали этот текст про эту женщину и сразу начали думать, что за тесты могут произвести, на каких стадиях они могут быть произведены, и как вообще люди делают решение, нужно ли обязательно проводить эти тесты, или это самостоятельное решение. И вот таким образом это стимулировало обсуждение. Но при этом мы просто прочитали про обычную женщину, которая просто беременная, и задается вот такими вопросами. Но мы сделали выводы, каковы тесты, как они производятся, откуда они берут анализ, из живота, из крови матери, и вот такого плана. Я думаю, что это работает лучше, потому что это доказано, что у вас есть лучшее учебство. Так что, как студент, я могу сказать, что я был более мотивирован, более вовремен в обучении, и это мне дало больше, чем только контент. На наш взгляд, проблемно-ориентированное обучение – это действительно тот подход, который позволит изменить практику преподавания в наших университетах. То есть, когда мы идем не через воспроизведение или передачу знаний, а через поиск ответов на те вопросы, которые актуальны для образовательных задач. Я надеюсь, что ваша работа будет вдохновен от этих принципов. Встреча с вечером будет время для людей рефлексовать, о том, что я сейчас делаю в моем классе, и может быть, какие-то инспирации для того, что мы говорили, и может быть, они в своем классе. И может быть, что некоторые люди уже могут начать думать, и имплементировать это в целом году, или в бачлере, или в мастерской школе. Задача этого мини-тренинга внутри была привести к какой-то конкретной точке, к выводу. То есть, мы, как обычно, привыкли, некий план, да, вот, по плану действуем. Он есть, но нас поставили в условие, что мы этого плана как бы не знаем, чтобы мы сами поняли, как принцип этот работает. Они предложили тот опыт, который моих коллег, не только относительно молодого человека, как я, но людей, у которых там больше 40 лет, опыта работы в педагогическом образовании поразил, поразил своим каким-то совершенно другим использованием тоже каких-то известных нам вещей. Но вот такая совершенно другая технологичность, она, конечно, нас всех сильно удивила, и мы на многие вещи, на которые привыкли смотреть, как на константы, посмотрели с какой-то совершенно другой стороны. Оказалось, что многое можно поменять, даже в том, что нам казалось таким вот незыблемым. Когда вас ждет два, от чего мы отталкивались, оказывается, что можно оттолкнуться в другую сторону, например.